В эфире Лицкого телевидения информационная программа события с новостями региона. Вас знакомят корреспонденты ЛИДА ТВ и я, Алексей Водейко. Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Сила в единстве. На Лицком литейно-механическом заводе состоялся открытый диалог работающей молодежи. Новые спортивные залы, кабинеты тренеров, душевые и раздевалки. В Лиде завершается реконструкция спортивно-тренировочного комплекса филиала Гродненского училища Олимпийского резерва. Обследовать дома и напомнить о безопасности. На Литчине проходит республиканская пожарно-профилактическая акция МЧС. На Литчине продолжается районная акция «Сила в единстве». Она была инициирована отделом идеологической работы по делам молодежи райисполкома с целью обмена опытом и сплочения работающей молодежи. В рамках акции молодые люди в возрасте от 18 до 31 года приглашают друг друга в свои организации, рассказывают о успехах и достижениях работников предприятия, делятся планами на будущее. Накануне такая встреча состоялась на Литском литейно-механическом заводе. Наш корреспондент Анжелика Зверко расскажет подробнее. Районная акция «Сила в единстве» проводится на Литчине почти год. Работающая молодежь региона встречается друг с другом, обменивается опытом и общается по принципу «равный обучает равного». Такие открытые диалоги уже состоялись в 13 организациях района. На этот раз гостей принимало единственное в нашем городе предприятие малой металлургии – Литский литейно-механический завод. Он специализируется на производстве чугунного литья, выпускает комплектующие для автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения. Около 60% продукции предприятия поставляется на экспорт в Российскую Федерацию. Отгрузки идут в Москву, Брянск, Ярославль, Волгоградскую, Нижегородскую, Орловскую области. Самые объемные поставки отливок по Беларуси осуществляются в город Минск на предприятии холдинга «Минский моторный завод». К комплектации всемирно известного бренда «Трактор Беларусь» тоже входят отливки, сделанные на Литском литейно-механическом заводе. Так что престиж этой марки, пусть и в малой степени, но зависит от работы завода. На Литском литейно-механическом заводе работают 60 человек в возрасте до 31 года. Молодые люди принимают активное участие в районных мероприятиях, различных акциях и диалоговых площадках. На предприятии созданы комфортные условия для труда и отдыха молодежи. Ей предоставляется жилье, оказывается материальная помощь к отпуску, праздникам и в случае болезни. Молодые люди занимаются спортом и ездят на экскурсии. Руководством нашего предприятия огромное внимание уделяется молодежи. Молодым людям предоставляют место в общежитии, а также различные социальные гарантии и выплаты. Предусмотрено материальное поощрение работников, активно участвующих в спортивной жизни нашей организации. На предприятии действует фитнес-клуб под руководством профессионального фитнес-тренера. Приобретаются абонементы, бассейн. Молодые люди принимают участие в большом количестве соревнований и всяких конкурсов. Лицкий литейно-механический завод посетили представители открытого акционерного общества «Лидагропромаш», завода горячего цинкования «Конус» и Лицкой обувной фабрики. Гости побывали в литейном цеху и в лаборатории завода. После экскурсии по предприятию молодые люди обменялись опытом и рассказали, как у них в организациях реализуется государственная молодежная политика. Молодежь Лицкой обувной фабрики пригласили на районную акцию «Сила в единстве», где прошла экскурсия, что нам очень понравилось, очень было интересно, необычно. Лицкая обувная фабрика старается посещать разные мероприятия, участвовать в разных акциях, конкурсах различных. В этом году у нас создалась ячейка БРСМ, что направляет нам политику для молодежи. Также у нас занимаемся спортом, ходим, зал снимается, кто хочет поддержать себя немножко в форме. Поставили три мажора на заводе для желающих, кто есть уходит. Также стимулирует тот, кто не курит, соответствующая доплата. Районная акция «Сила в единстве» показывает сплоченность лицкой молодежи и способствует реализации государственной молодежной политики в регионе на высоком уровне. Близится к завершению реконструкция лицкого филиала Гродненского государственного училища Олимпийского резерва. Работы сейчас проходят в спортивно-тренировочном корпусе учебного заведения. Здесь расположатся четыре спортивных зала с современными тренажерами и оборудованием, медиковосстановительный центр, кабинеты тренеров, раздевалки, душевые и сауна. Восстановительные работы выполняются работниками Лицкого ремонтно-строительного предприятия номер 17 за счет средств из областного бюджета. Их планируется завершить к концу декабря текущего года. Тогда к занятиям в обновленном зале смогут приступить 83 учащихся учреждения. На 70% сделанной строительной работы, сдача объекта запланирована на декабрь месяц 2023 года. В третьем пусковом корпусе будут находиться четыре спортивных зала. Значит, зал спортивной борьбы, зал тяжелой атлетики, зал тэквондо и зал общей физической подготовки. На сегодняшний момент идет укладка пола в зале тэквондо. И впереди предстоит зал тяжелой атлетики, будут укладывать помосты. Значит, облицовка плиткой сауны происходит, закончена облицовка плиткой раздевалок и душевых у девочек и у мальчиков. Чем необходим данный спортивный комплекс? Потому что учебные тренировочные занятия проводят на спортивных базах города Лиды. Поэтому есть свои неудобства добираться далеко в ту же самую Олимпию, на стадион «Юность». А так сейчас будет все на месте, будет намного лучше, удобнее. Следующими объектами для реконструкции станут стадион и территория училища. На стадионе планируется разместить секторы для оттолкания ядра, прыжков в высоту и длину, многофункциональные игровые площадки и беговые дорожки с новым покрытием. Что касается территории училища, то на ней обновят ограждения, асфальтное покрытие, увеличат парковку и установят шлагбаум. Схема старая, а жертвы новые. На этот раз от рук мошенников пострадал житель Лиды, который хотел порадовать свою подругу новыми фирменными кроссовками. Молодые люди в соцсети наткнулись на рекламу обувного интернет-магазина, где предлагали известные бренды по выгодным ценам. Подкупило клиентов не только стоимость, но и сотни положительных отзывов. Определившись с моделью, мужчина заказал товар и на указанный в переписке банковский счет перевел оплату без малого 500 рублей. Таковым было главное условие сделки. Оговоренное время доставки прошло, но кроссовок покупатели не дождались и попали в черный список. Теперь в истории разбираются правоохранители. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Милиция нацеливает граждан сохранять бдительность при совершении онлайн-сделок. Не торопитесь перечислять предоплату за товар, переходить по незнакомым ссылкам и не сообщайте третьим лицам конфиденциальные данные. За безопасность вместе. В республике 16 октября стартовала профилактическая акция. Ее цель – предупреждение пожаров в жилом фонде и гибели людей от них в осенне-зимний период. Чтобы предотвратить трагедию, специалисты проводят профилактические рейды. Сотрудники МЧС, милиции, работники социальной службы и медицины в первую очередь посещают дома одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, инвалидов, а также многодетных семей. В один из таких противопожарных рейдов отправилась Юлия Кевра. В списке у рейдовой группы адреса одинокопроживающих и одиноких пожилых жителей Березовки. Анна Станиславовна в свои 82 самостоятельно и ведет активный образ жизни. На грядках выращивает все, что сажают в сельской местности. Огород хоть и небольшой, но все равно требует ухода. Одна, одна. Ну, если что, вот у дома, там, то сами по дому, то сын приезжает, нет. Ну, и этому и Стасюк, скажу, ближшему, и Гэту приезжает. Потому что дети, глядя, чем у меня. Я на дети не шарую. Мы все время предлагаем услуги социального работника, но Анна Станиславовна отказывается, у нее дети, и как бы они заботятся о ней. Но мы предлагаем услуги наши социального работника, социальный центр, в помощь людям старше на пенсию, которые вышли. Правильно? Но у вас справляются. Руку на пульсе держат не только социальные, но и службы экстренные. Осматривают домовладения и проверяют привычные для сельской местности печи и электрокотлы, которых становится все больше. Не обходят стороной и приборы, что могут предупредить про опасность пожарные извещатели. По оценкам специалистов, их звук может услышать даже тот, кто погружен в самый глубокий сон. В домах, где их нет, устанавливают. Установленный пожарный извещатель мы в первую очередь рекомендуем устанавливать в центре жилой комнаты. Самое основное, это чтобы в месте, где вы спите, потому что зачастую человек, когда спит, он не чувствует ни запаха дыма, ничего. Только работает единственный орган, это орган слуха. Соответственно, извещатель – самое простое средство, которое предупреждает беду в ночное время суток. Мы рекомендуем устанавливать автономные пожарные извещатели в каждой жилой комнате, соответственно. Также, если у нас имеется печное отопление в доме, в первую очередь тоже обращаем на это внимание особенное, потому что, как ни крути, зимой холодно, надо чем-то греться. Поэтому проверяем печное отопление на наличие сквозных трещин, если есть какие-либо нарушения, соответственно. То есть, обязательно в порядке должен быть дымоход в пределах чердака, побеленный, аштокатурен. Соответственно, вот на это самое основное мы обращаем внимание. Только с начала года в Березовке произошло шесть пожаров, и почти за каждым случаем стоит человек. Забыл кастрюлю на плите, не заменил проводку, не досмотрел или небрежно уронил окурок. Огонь таких ошибок не прощает. Смотровая комиссия Березовской исполкома, автурники, четверг каждой недели. Выходим на маршрут, планируя заранее, к каким категориям граждан прибыть. В основном это граждане одинокие, одинокопроживающие, многодетные, лица, которые злоупотребляют спиртными напитками. Приходя в дом, на что мы обращаем внимание, это на распределение электрической сети в доме, подключение водных кабельных линий, безопасность газового оборудования, наличие, отсутствие приборов, вещающих пожар в доме и состояние на придомовой территории. Не обходим мы и хозяйственные постройки, которые находятся во дворе дома. Обращаю внимание в том, что эти постройки, как правило, наиболее подвержены пожарам. Милиция проводит определенную профилактическую работу, чтобы лица приправного возраста не стали жертвами преступлениями. Но зачастую все равно наши люди попадаются на уловки вот этих вот преступников. Смотрите, непосредственно, когда поступают сообщения по средствам вайвера, это звонят преступники, они звонят с Европы. Поэтому не везитесь на их уловки и знайте, что работники банка никогда не будут вам звонить на вайвер. Беду лучше предупредить. И это не только о пожарах. Сотрудник милиции напоминает пожилым людям и способы защиты от мошенников. Ведь люди старшего поколения наиболее уязвимы и доверчивы. Елена Венедиктовна наслышана о способах обмана. А потому, когда ей поступил подобный звонок, не поддалась на уговоры преступников и положила трубку. Позвонили, что ваша дочка в аварии. А я говорю, моя дочка в аварии со мною. И все. Комиссии к вам часто приходят? И осенью, и весною. Два раза приходят. Вот с горсовета сюда человек приходит, все глядит. Все хорошо, не обижаюсь. И у нас самое главное – президент хороший. Вот за что я бороюсь. Сотрудниками лицкого РОВД системно, ежедневно проводится отработка домовладений. Непосредственно сейчас актуально это частный сектор. То есть посещаем пожилых граждан, одинокопроживающих, смотрим, как они проживают. Проводим с ними разъяснительную работу. Как не стать жертвами мошенников. Смотрим быт их, условия. В случае выявления каких-либо существенных нарушений по линии пожарной безопасности. Незамедлительно данную информацию передаем нашим коллегам из РОЧС. Работаем слаженно, как МЧС передает информацию об инцидентах, где, возможно, лицо злоупотребляет спиртными напитками и проживает с престарелым. Поэтому обмен информацией существует на системной основе. Смотрите, это вот вам оставляется. Такие самые простые основные правила на участке – это при развитии костров, что необходимо делать. В Березовке более 170 одиноких пенсионеров и порядка тысячи одинокопроживающих. Все они в ближайшие две недели почувствуют на себе повышенное внимание спасателей, милиционеров, энергетиков и представителей местной власти. В целом, такая безопасная акция завершится в стране 1 ноября. К слову, до этого дня каждый житель Хлицкого района может заказать бесплатную проверку своего дома на пожарную безопасность. Гродненские таможенники в пункте пропуска «Каменный лог» выявили нарушение законодательства, которое могло повлечь за собой неуплату таможенных платежей в размере порядка 20 тысяч рублей. Латвийский перевозчик не указал в документах автозапчасти на сумму более 380 тысяч рублей. Незадекларированные товары ввозили в Беларусь в составе сборного груза. Транспортное средство «Мерседес-Бенц» следовало из Литвы через пункт пропуска «Каменный лог». В грузовике перемещали обувь, косметику, автомобильные запчасти, мебель и другое. При проведении таможенного контроля установлено, что часть сборного груза в документах не значится. Незаявленными оказались более 150 запасных частей к транспортным средствам. Гродненская оригинальная таможня в отношении латвийского перевозчика начат административный процесс в соответствии с частью первой статьи 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. В санкции статьи предусмотрен штраф в размере до 114 тысяч рублей. А прокуратура Литского района выявила факты незаконного обмена валют. По официальным данным, фигурантами стали четверо местных жителей. Охранник, два администратора и посетительница игрового клуба. Правоохранителями установлено три факта незаконных сделок с иностранной валютой. Так, в конце марта 29-летняя женщина передала для обмена работникам заведения в общей сумме 1900 долларов США, получив взамен почти 5000 белорусских рублей. Все сделки признаны ничтожными, деньги взысканы в доход государства. Учитывая то, что проведение валютно-обменных операций между физическими лицами противоречит требованиям действующего законодательства, прокурорам предъявлен иск о признании сделок ничтожными и взыскании соответчиков в доход Республики Беларусь, всего полученного ими по совершенным сделкам, как долларов США, так и белорусских рублей. Судом Лидского района требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило, может быть обжаловано и протестовано в апелляционном порядке. Следует напомнить, что в соответствии с законодательством валютно-обменные операции на внутреннем валютном рынке проводятся через банки Республики Беларусь, а также на торгах биржи. В силу статьи 170 Гражданского кодекса Республики Беларусь, сделка, совершение которой запрещено законодательством, ничтожно. Напомним, приобретение и продаже валюты с рук влечет за собой последствия. За совершение незаконных операций по обмену валюты грозит штраф в размере от 50 до 150 базовых величин с конфискацией наличных. В воскресенье 15 октября прошло голосование на парламентских выборах в Польше. Жители Республики должны были избрать 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов. После обработки 100% бюллетеней правящая партия «Право и справедливость» на парламентских выборах в Польше, набрав 35,38% голосов избирателей, утратила большинство в парламенте Польши. И теперь у оппозиции есть шанс сформировать правящую коалицию. Подробнее читайте на интернет-ресурсах «Лидомедиакомпании» и на страницах ближайших выпусков «Лидской газеты». Лидские спортсмены приняли участие в соревнованиях мирового уровня. Молодежное первенство по спортивному и боевому самбо прошло в Кыргызстане. Свои команды представили 28 стран. В числе 30 спортсменов из Беларуси в состязаниях юниоров по спортивному самбо в возрасте 18-20 лет выступала литчанка Ева Карпач. Среди 12 участников весовой категории 72 кг наша спортсменка боролась за третье место, но уступила в поединке и в итоге стала пятой. Было сложно, страшно на самом деле, поскольку новый уровень, всегда этот мандраж, новые страны, новые девочки, соперницы, которых я уже не знаю. Конечно, возможно, сыграло роль, что я очень сильно волновалась перед схваткой, когда уступала за третье место. На данный момент я бы, конечно же, хотела выполнить мастера спорта, желательно по двум видам, которыми я занимаюсь, остаться также членом национальной сборной и, конечно же, выиграть мир. На данный момент самбо – это самое высшее соревнование, поскольку он является неолимпийским видом спорта. Ева Карпач в спорте более 12 лет. Четыре из них занимаются самбо. Она призер соревнований европейского уровня и кандидат в мастера спорта под дзюдо и самбо. Ну, очень старательная, я ей горжусь. Она очень возвысила наш Лицкий район, в котором даже на Европе была призером. Она пришла ко мне, когда была в первом классе. Она у меня первая девочка, в основном у меня мальчики. И она вот так тренировалась с юношами в основном. И, я думаю, за этого достигла больших результатов. План у нас на будущее все-таки стать первой на мире. Также она состоит в постоянной сборной национальной по самбо. И на этом наш сегодняшний выпуск завершен. Хорошего вечера и до встречи завтра на канале Лида ТВ.